Самой престижной научной премией в мире считается Нобелевская премия, которую присуждает шведский Нобелевский комитет. А есть такое своеобразное тролли-перформанс, которым унижают, оскорбляют, высмеивают лжеученых, странных общественных деятелей. Да, не будем долго рассусоливать, друзья. В этом году шнобелевскую премию вручили Владимиру Владимировичу Путину. Главам России, США и Белоруссии присудили шнобелевскую премию. Сегодня ночью в Гарвардском университете вручили награды за самые нелепые научные исследования шнобелевские премии. Как и многие другие события, в этом году церемония награждения проходила онлайн. Однако это обстоятельство не помешало нынешним лауреатам получить заслуженные триллионы зимбабвийских долларов за попытку накачать крокодила гелием, раскачать дождевых червей и выяснить, кто чаще целуется, богатый или бедный. Кроме того, среди награжденных неожиданно оказались Путин, Лукашенко, Трамп и главы еще нескольких государств. Лауреатами в области медицинского образования стали президенты США, России, Беларуси, Туркменистана, Турции, Бразилии и Мексики, а также премьер-министры Индии и Великобритании. Во время пандемии COVID-19 они показали всему миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем исследователи и врачи. Друзья, это показатель. Владимир Владимирович, поздравляем с очередной премией, наряду со всеми другими вашими заслугами. Это незамеченное однозначно не пройдет. К другим новостям. Неизвестные заминировали около 10 вузов Москвы. Новость достаточно серьезная. То есть во многих вузах у нас и так отменены занятия. Люди учатся дистанционно, пытаются учиться. Не всем это удается. У многих не хватает силы воли. И когда преподаватель над душой не стоит, не делает волшебный пендель, почему-то учебный процесс значительно ослабевает и ухудшается. Но даже в те вузы, в которые студенты таки пришли, отменены занятия. Их всех эвакуируют. Волна минирования началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах, взрывах, в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Я сам еще в прошлом учебном году работал учителем. И до вот этой коронавирусной всей истерии нашу школу, слушайте, эвакуировали ну десяток раз. То есть просто в середине дня вдруг сообщение. Собираемся, уходим. Были написаны инструкции, проведены целые педсоветы. Уже мы были готовы в любой момент собрать вещи, пересчитать детей, выйти, пересчитаться заново, отчитаться и ждать, когда родители зайдут за своими чадами, и их можно будет развести по домам. Почему-то наш великий, вот эти цифровизаторы, которые говорят, вот мы сейчас устроим свой суверенный YouTube, мы сделаем Яндекс круче Гугла, у нас все так налажено, мы миллиарды рублей тратим на инновации в области цифровых технологий, государственных, бюджетные деньги мы на это выделяем, выделяем. И почему-то до сих пор такую проблему заказных, электронных писем с угрозами, почему-то до сих пор не можем с этим ничего поделать. Хотя ни одного взрыва, даже минирования реального до сих пор по этим письмам не было найдено, раскрыто. Они до сих пор верят, эвакуируют, прерывают работу госучреждений, образовательных и медицинских учреждений. Ребята, а почему это так происходит? Вот, например, вещь, которая, например, меня жутко раздражает. Москвичка судится с мэрией из-за системы распознавания лиц. Это как раз цифровой продукт. Мощная интеллектуальная система. Девушка купила в интернете подробный отчет собственных перемещений. То есть, слушайте, они не могут понять, что вот эти вот фейковые письма о минировании, они не могут ограничить каким-то образом? Не могут. Но собирают данные на каждого москвича, а вскоре на каждого россиянина, где вы были, с кем вы общались, сколько денег, куда, кому, чего. А вас будут знать абсолютно все. Это вас, это никого не волнует, это никого не пугает. Простите, в чем логика? Почему это так? Почему в интернете сейчас есть информация про каждого москвича? Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала, пробив своего собственного лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Это стоило 16 тысяч рублей. Получается, что за символические деньги любое может получить данные о вашем передвижении. Ну, то есть, если, например, вы состоятельный человек, или вы там политический активист, что угодно, какой-то психопат передает ваше лицо, вашу фотографию, вот этим злоумышленникам, и подготовить похищение, покушение, избиение, что угодно, проще простого. Следующая замечательная новость. На природу по билетам власти делают платное посещение лесов и парков. К сожалению, друзья, вы почему-то довольно неактивно реагируете на ролики про экологию, ролики про природоохранные тематики. Пожалуйста, поставьте под этим видео лайк, напишите длинные комментарии, желательно, сделайте репост, расскажите о нем своим друзьям. Это же всех нас касается. Мы скоро не сможем бесплатно пройти в национальные парки, в заповедники, в заказники. Вообще! Правительство России выпустило постановление о взимании платы за посещение особо охранимых природных территорий. В регионах не понимают, надо ли брать деньги только за прогулки в национальных парках, или же пытаться продавать билеты в любую рощу. Вы понимаете, о чем речь идет? Они в любой момент, в любой момент могут начать вводить плату за проход по любой лесополосе. Вот я хожу гулять с собакой в ближайший парк, и пока что это бесплатно. Как долго это будет еще оставаться бесплатным? Большой вопрос. Юрист заявил о риске тюрьмы для близких Навального из-за вывоза улик. Ну это просто феерия. То есть люди пытались разобраться, что с Навальным произошло. Вряд ли родственники Навального могли реально, не знаю, сами иметь дело с отравляющим веществом типа новичок. Они бы просто отравились сами. Если уж они сейчас и будут иметь какие-то проблемы с законом, то просто потому, что они стали жертвой провокации в худшем случае. Или наоборот. Они действовали совершенно верно, а это наши власти хотят что-то скрыть, замять дело и так далее и тому подобное. Сейчас ситуация вот какая. С соратником. И близким оппозиционер Алексея Навального, который могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до 7 лет заключения, считает глава коллегии адвокатов, грибаков, поляк и партнеры. Эксперт ссылается на статью 226-ю часть 1 УК РФ, которая определяет ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и так далее. Передаёт РИА новости. В том случае, если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества, а откуда они могли это знать? Ну хотя для наших следователей это может быть вполне очевидно. Вполне очевидно. Ко мне тут самому собираются следователи. Поэтому кормить голубей, скворцов, гавдурахмановых и разных других замечательных персонажей это просто необходимость в Российской Федерации. Хлебными крошками, а то они, конечно, мечтают, чтобы их подкормили квартирами, но думаю, что семян им должно хватать. В таком случае, если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества, о какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников, сказал Грибаков. Юрист отметил, что в недоумение приводит тот факт, что важнейшая улика была вывезена за пределы России, если это действительно произошло. А у нас вообще непонятно, что происходит с делом Навального. У нас что ни день, то новая версия. Что ни день, то СМИ и пропагандисты переобуваются. Следователи почему-то следствие уголовное дело не возбуждают. Так все-таки, слушайте, вы можете определить, у Навального, что было с организмом. Он почему в кому впал? Если он впал в кому из-за нарушения обмена веществ, ну, наверное, омские врачи бы с этим справились. Я понимаю, почему омские врачи не смогли справиться со сложным, необычным отравлением, редким боевым отравляющим веществом. Это я понимаю. Ну, тут вопросов можно задавать, задавать, задавать. Я боюсь, что в этом деле правду мы все равно не узнаем. Ну, то есть, от слова совсем. Ну, то, что это провал наших спецслужб, которые, как уже установлено, они знали все перемещения Навального, знали всех людей, кто вхож в его группу, они знают все перемещения финансов, сколько, откуда, куда он переводит, перечисляет, кто ему переводит, сколько и чего. И всех его коллег они наверняка проверяли, пробивали. И они уж наверняка должны были, обязаны были знать, кто из них, американский, или британский, или израильский, шпион, или зимбабийский какой-нибудь шпион. Ну, а напоследок хочется сказать все-таки поздравляем Владимира Владимировича с очередной премией. Шнобелевская премия это очень оригинально. Лайк, репост, комментарий, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok